Приветствую вас дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, давайте продолжать с вами проходить игру Хастел Кастел. Я смотрю у меня тут бойцы в тренировочной получили по уровню, надо посмотреть какие. Так, 42 и 50. Ну, я ребята достижение получил новое за 50 уровень, следующий будет на 75. Ну что же, давайте соберем здесь всякие петрушки в плюшки. Так, повара у меня получили по уровню алхимик. Забираем яблоки. Ну, естественно, ману соберем. И дрова. Да, ребят, я смотрю, вы мне тут подарочки прислали. Спасибо вам огромное, сейчас я заберу. Ух ты, и я смогу вам сейчас отправить взамен, так сказать. Ну что же, давайте приступим. Первым у нас будет кто? Максимка. Лови, Максим. Следующий погнал. Это у нас Кирилл. Отлично, Кирюха. Так, Алексей. Ну, следующий кто у нас? Денис. Лови, Денис, как говорится, сундук от меня. Евгений, Женька, значит, да? Татьяна, Танюшка. Респект. Так, Оливер. Отлично. Еще три осталось у нас. Резван. Резван. Юрий. И последний, ребята. Это будет у нас Игорь. Ну что же, ребята, вот я вам и отправил. Спасибо еще раз. Очень признателен. Ну что же, казначей подросли. Все вроде бы нормально у нас, да? Шестнадцать часов еще у меня будут делаться мои оружейные. Это достаточно долго. Но зато у меня с яблоками проблем сейчас нету. И как я смотрю, ребята, у нас... Ха-ха. Наши... Наши орки, как всегда, не спят. Давайте посмотрим. Кстати, этот топорик я еще вроде бы как не заценил. Ну, сейчас мы его посмотрим. Ну, вроде бы бьет неплохо. Но, опять же, вам оговорюсь, ребята, что слишком долго он делает этот замах. Жалко, не показывает эта скорость удара. Давайте сделаем, как обычно, наш аркофон. По-быстренькому их сейчас разобьем здесь. Подожди, я что-то не то сделал, да? Ёлки-палки. Опять этот косяк мой. Ядрить его на коре. Я, когда нажал, уже увидел, что, по-моему, это не орки нифига. Но уже, к сожалению, ничего не смог сделать, ребята. За что, как вы видите, поплатился. Да, лихо-лихо меня здесь, конечно, разобрали. Просто опупеть как. Ну и ладно. Как говорится, мне не жалко. 23 минус ПВП очков. У меня и так, видите, 215. Это, как говорится, уже перебор. Придется, ребят, этих ставить на отлечивание. Пускай лечится. Ну, а мы с вами пока вскроем сундучки и посмотрим, что здесь. Понятно, ресурсы. Их не так у нас много, но все-таки здесь тоже ресурсы. Ну, с этого очень редко выпадает что-то, кроме ресурсов. И вот на этот надежда, в принципе, есть. Нету на него никакой надежды. Также выпали ресурсы. 51 уровень нужен для этого амулета. А у меня только 50, ребята. А-а-а. И тут, ребята, меня посетила одна идея. Давайте мы, наверное, 50-ника заберем к себе в армию. Так, отлично. Точнее, ну, не в армии, в отряд. А кого-нибудь заместо него отправим качаться. Ну, что это? Посмотрите, да? 42 уровень. Не туда и не сюда. Давай-ка, парнишка, раздевайся. Как говорится, срок службы пришел. Ты должен потрудиться, чтобы достойно занимать здесь место. Отлично. Иди теперь качайся. Так, он 42 уровня. Это вообще никчемный. Так, Любомир. Ну, что же нам теперь делать? Но для начала, я думаю, нам нужно его одеть. Давайте посмотрим на нашу броню. Так, 49. В принципе, можно было бы ее и одеть. Почему бы и нет? Ну-ка, давайте-ка глянем магическую броню для него. Ну, я даже не знаю. Блин, давайте все-таки, наверное, оденем тяж. Пускай он будет у нас мощным. Так, что за оружие подобрать тебе, браток? Давай-ка вот это вот. Колечко, конечно, никчемное. А что у меня вообще есть? Ну, вот это вот подойдет. Это не прокатит. Да, кольца-то у меня... Вот, в принципе, нормально. Не-не-не, какой? Елки-палки, чуть не разобрал было. Вот так, пожалуй, все. Ну, что там опять, а? Ага, огненный голем меня навестил. Ладно, сейчас мои ребятки с ним справятся. Что-то там дерется еще. Ну, что же, давайте отправим наших братков лечиться. Этих возвращаем. Так, тоже возвращайся. Манны немножко подкопилось. Да, я смотрю, у меня денежки. Так, а ты тоже иди лечись. Ну, давайте глянем приблизительно, что у меня за состав в команде. Матвей, 42 уровня. Слабоват, конечно, парень, но пока ничего сделать с этим не могу. Иришка у меня нормально все. 42 уровень. Ну, по крайней мере, он у меня хилер. Так, у тебя вроде бы все нормально тут по этим. Так, ресальщик. Обычное оружие, да, мы, значит, поставили. Ну, что же, ладно. Вроде бы пока все нормально. Посох. Можно было бы, конечно, и что-нибудь другое найти для него. Восстанавливать союзников 5000. Ладно, пока, наверное, так все оставим. Это не подойдет. 52-й нужен. Да, да и, честно говоря, он какой-то слабенький по урону. Ага, тут восстанавливает. Ну, грубо говоря, 3000. Ну, дамаг маленький. Мне не подходит. Оружия много, но много чего из этого оружия фуфловое. Что надо будет потом разобрать это. На кристаллы. Так, ну что же, давайте, наверное, продолжим с вами бить орков. Мы их так и не добили еще, потому что я опять нечаянно нажал на чей-то замок, где, как вы видели, очень хорошо отгреб. Даже, я бы сказал, по полной программе. За свою ошибку. Так, ну что же. А, вот он, кстати, и был. Слушайте, а я ничего в нем такого не вижу грандиозного. Ну да, наносит врагу 7000. Воскрешает 7300. Опять же воскрешает. Два ресторчика, значит. И ассасины. Два ассасина у него. Не знаю, почему я там проиграл. Ну, проиграл так проиграл. Ничего не поделаешь. Ладно, разбираем орков. Потом разберемся, что там и как. Ну, я чувствую, что я ему отомщу. Правда, он, в принципе, ни в чем не виноват был. Но, тем не менее, я хочу его завалить. Так, ладно, здесь мы все сделали. Сундук наш. Ну, орков сегодня у нас тут хватает. Это буквально... Так, 6 сундуков мы еще получим. Разбираем. Все, ребята, отдыхайте. Спасибо за сундучок вам. Я сейчас навещу ваших соседей. С них тоже немножко полутаю. Где они тут у нас? Вот. Ну да, получается, здесь два сундука. И еще две карты по два, шесть. Ну, так и выходит. Семь сундуков в общей сложности. Это замечательно. Там еще немного денежек у нас будет, бревен. Ну, и возможность выпасть к какому-нибудь шмоту или оружию. Хотя с оружием в последнее время что-то не очень везет. В основном выпадает шмот. Так, поехали. Красавцы. Все равны, как на подбор. Что у них там на зубах, а? Я так и не пойму. Ну, у этих, ладно, кольца. А вот у красных что? Не видно. Как-то... Какие-то... Черт его знает, что там. Наклепают красные какие-то. Так, давайте этого здесь последнего забомбим. Как говорится, по Шурику. И пойдем с вами бомбить следующих. Все готовы. Отдыхают, ребята. Ну, в данный момент у нас сколько сундуков? Пять. Да, пять. И еще четыре, девять сундуков у нас будет. Довольно неплохо, я считаю. О, тут вообще их трое. Блин, топор, конечно, смотрится красиво. Мне нравится. Светится какой-то такой красной аурой. Ну, толку в нем особого нет, ребят. Так что, как бы, не особо он меня радует. Красивый, но не особо радует. Если бы он был бы редким был бы, или каким-то эпическим, вот это было бы вещь, я думаю. Когда там на нем по три-четыре стата висит всяких всевозможных. Тогда да. А тут просто урон и все. Никакого эффекта. Так, семь. И еще две партии осталось. Поехали. А, тут все с дубинками. А, нет, один маг у них все-таки там сзади на прикрытии. Мне вот интересно знать, что они делают магии, когда там что-то перезаряжают, в карман лазят. Для чего это сделано? Почему он не может просто бомбить? В чем смысл-то? И последняя у нас компашка. Орочья, которую мы, естественно, сейчас забомбим. Тут вообще одни магии, а нет, лучник еще. Так, отлично. Все, ребята отдыхают. Прямо возле входа в какую-то пещеру. Ну, а мы с вами, ребята, сейчас будем открывать сундуки и смотреть, что... Ох, я еще и синий получил. Это хорошо. В общей сложности 10 сундуков. Так, этих мы пока на отлечку. Пускай отлечиваются. Ох, сколько улыбочек-то тут. Яблочки. И вроде бы все, да? Так, бревна. Что у нас, ребята, здесь можно? Так, за миллион можно арсенал взять. Только лишь арсеналы можно. Давайте вскрывать, смотреть, что у нас здесь выпадет. Первый пошел, как обычно, с ресурсами. Второй. О, бронька. Ну, опять же, я ей не пользуюсь, как бы. Поэтому она меня не радует вообще нисколечко. Ресурсы. Вот, магическая броня. Это уже что-то. Ну, опять же, тоже практически не пользуюсь. На кулинара выпало колечко. Надо будет все это потом посмотреть. Ну, ах, ресурсы. Что за невезуха сегодня, а, ребят? Опять ресы. Ну, синего-то, надеюсь, хоть что-нибудь хорошее выпадет. Вся надежда на него в данный момент. Ну-ка. Посох. Так, по области. Да почему по области такой маленький дамаг наносит, а? Меня не устраивает, блин. Даже вот этот посох, кто мощнее. Мда. Палочка, выручалочка. Смотрите-ка. 48 уровень для мага. Но он почему-то, блин, слабее, чем 47. Что за бред? Я не понимаю вот это вообще. Сила магии на 49 уровень, да? Так, ну-ка. Давай-ка. Подожди, 51. А где же только что? А, вот он. Давай-ка мы, наверное, тебе поставим вот этот амулетик. Так, ну, вроде бы неплохо. Союзник он восстанавливает. Черт, может быть тебе что-нибудь другое надеть, а? 3000 хп для союзника, ну, то бишь для меня это как-то, ну, слабовато, если честно, да? Так, тут магическая броня и крит 150. Единственное, я не знаю, крит распространяется на магов или нет? Или он только на лучников и на ассасинов? Если кто знает, напишите, подскажите. По области. Блин, что бы ему надеть-то такого, а? Наносит врагу 3700. Конечно, лучше этот напялить. А этот на 62 уровень. Совсем далеко еще, не до этого посоха. Тут тоже на 67, блин. Редкая броня, но зато прикольная. Надо будет потом, когда раскачаюсь, ее заценить. Хотя за это время столько воды вытечет. Я еще, кстати, ребята, выполнил прогресс. Деньги забираем. Забираем здесь сундук. И вскрываем, опять же, вы и смотрим, что здесь выпадет. Колечко, опять же, на кулинаров. У меня для них сейчас колец-то, в принципе, тоже немало. Вы посмотрите, на 16 уровень. Где мои кулинары-то здесь, а? Так, этот седьмой уровень совсем никуда не годится. И этот восьмой. Слабаки. Сколько им заниматься еще? У-у-у, е-мое, обалдеть можно. Сколько времени уходит на это все. Так, 12, 14, 7, 8, 14. 12. Да. Вообще хиляки, если честно. Алхимики. Зато алхимики у меня прокачанные. Довольно неплохо. Ну что же, давайте, ребята, теперь сварь. О, 99 тысяч, это неплохо. Тут 48. Фабио, Фабио. Надо будет запомнить. Габриэль. Тоже можно, кстати, проверить. 131 тысяча. Ну-ка, давайте попробуем его размазать. Хотя у него воин в фиоле. А это означает, что его очень тяжело сейчас будет пробить. Блин, все-таки сколько имеет значение броня, да? Вы посмотрите. Блин, вся моя орда строчит в этого воина. И хоть бы хрен. Я уже магию тут применяю. Ах ты, черт подери. Ресальчик, значит, есть у него. Да упади ты в конце-то концов. А ты надоел уже нервировать моих магов. Так, отлично, ребят. По-моему, здесь мы все-таки зарулили каточку эту. И я получаю 78 тысяч золотых. Так ведь? А, 75. Извините, 75 тысяч. Ну что ж, для меня это тоже неплохо. И 840 тысяч общая сумма. А нам надо миллион. В принципе, еще надо 160 тысяч нам где-то с вами нафармить. Да, я думаю, вполне-вполне мы с вами с этим справимся. Так, давайте готовить обратно магию. Я, кстати, думаю, что вскоре я от фаерболов откажусь и вовсе. Так, ладно, все мы здесь поставили. Яблочки забираем, улыбочки. Бревнышки. И вроде бы все. Можно опять отправлять. Ага, подожди-ка. Это еще чуть-чуть не дохилилось. Вот теперь все. И отправляемся с вами на карту. Так, киллер. Майкл. 76 тысяч. Тоже, в принципе, неплохо. И я думаю, его можно завалить. Желтый. Блин, надо моих всех, хотя бы всех, в красную броню переодевать. Но этого не получится, потому что уровни у них не позволяют носить краснуху. Назовем ее так. Нет, хорош, хорош ассасин там. Дергаешься. Ты же видишь, что это все бесполезно. Упали. Отжались. Мак там что-то колдовать решил, но... Это его не спасло. Так, ну буквально еще столько же нам выиграть. И мы можем с вами сделать арсеналку. Единственный вопрос, стоит ли вообще ее нам делать? Какое преимущество в ней? Новые эти мы изучить не сможем. Типа там осьминога. А остальной ап стоит довольно дорого. Там, по-моему, самые минимальные это 800 тысяч. На первый уровень или на второй. Так, 14 уровня повар. А здесь у меня 16. Слушайте, а что у меня они здесь стоят? Тогда я не понимаю. Я ведь могу одеть им хорошие кольца. Так, подождите. Во-первых, шмот посмотрим. Да, вы смотрите. Даже вот так если сделать. Плюс кольцо. Так, это 17 уровень. Тоже 17. Вот, колечко. Ну, амулет. По-моему, да, на 20. Больше амулетов нет у меня на поваров. Но, тем не менее, ребята, уже насколько у меня улучшенный получился повар. Так. Тут 17 и 970 еще в плюсе. Обалдеть. Получился у меня очень даже неплохой кулинар. С очень хорошей прибавкой в час в яблоках. Так что есть, есть, ребята, смысл его отправлять на кухню. Давайте кого-нибудь здесь выберем послабже. Кто у нас самый слабенький? Ну что, Любомир, будешь снимать подвеску? Хотя, подождите, ребят, давайте глянем. По-моему, у меня все-таки здесь есть кто-то послабже. Так, нет. Давай-ка глянем на твою подвесочку. Так, снимай, короче, ее. Колечко оставь при себе. И отправляйся у меня в оружейку. Постоишь пока здесь. Ты, родной, пойдешь у меня на кухню. Так, ну тебе еще надо немножечко подкачаться. Так что пока все, наверное, вот так вот оставим, как есть. А мы тем временем, ребята, наверное, с вами. Давайте посмотрим, костюмчик для нее подойдет какой-нибудь. Нет. Так, это большой слишком. Ну, этот подойдет. Ну, подождем пока маленько. Времени все равно у нас пока вагон. Забираем деньги, улыбки, всю эту трихомудию. Так, это у меня уже, смотрю, отхилилась полностью. Казначей, конечно, еще слабенькие. Менять я не буду никого сейчас. Пускай они стоят, тренируются. Так, давайте роднулю мою возвращаем в отряд. И пойдемте, наверное, с вами на карту, ребят. Прогуляемся, посмотрим кого-нибудь. Габриэль. Так, 48 тысяч. Тут 20. Это все не то. 71. Неплохо. Давайте возьмем вот так. И поставим на замену. Отличненько. Теперь самое время глянуть. Оу-оу-оу-оу-оу, ребята, нет. Нет-нет-нет-нет. 238 тысяч мощей. Плюс практически все фиолетовые. Шансов здесь у меня нету. Киллер. 50 тысяч. А тут 57 у Феликса. Ну что же, можно его разбомбить. Нам, в принципе, не очень-то много надо денег. Мы не жадные, как говорится, не будем слишком здесь борзеть. К тому же у меня уже очков ПВЕ очень много. Я потом за кадром все это, конечно же, скину. Так, давайте ее добьем. Отлично. Так, ну что же. И осталось мне, наверное, буквально совсем чуть-чуть, да? Сейчас мы с вами глянем. 976 тысяч. Буквально, ребята, один бой и деньги у нас в кармане. Ребята, пускай идут у меня лечиться. Они заслужили это. Так, а ты у меня... А что с тобой делать? Пускай стоит здесь. Хотел его перекинуть. А смысл-то? Все, занято везде. Давайте-ка, наверное, тебя сюда отправим. И тебя сюда. Пускай, ребята, как говорится, он развлекается с этими цыпочками. Может быть, тебя тоже туда забросить, а? Три сразу. Вот тебе, братишка, фартит, а? Я тебе в душе просто завидую. Блин, мне бы такой малинник. И можно было бы сказать смело, что жизнь удалась. Ну, ладно, ребята, пока мой толстячок будет с ними развлекаться, мы с вами давайте возвращать в отряд тех, кто, по крайней мере, сейчас отхилился. Так, бревна забрали. Улыбочки. Яблочки. 196 тысяч яблок. В принципе, неплохо. Давайте возвращать. Ты иди подлечись. Ты сюда. Ты тоже давай обратно. И ты сюда. Ну, подождем буквально немножко. Так, сейчас чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Да, ребята, нельзя в комнате делать пятерых. Только четверо должно быть. Ну, да ладно, ничего страшного. 48 тысяч. Вот. Ага, это Фабиум наш. Это, по-моему, который нет. Хотя 180 тысяч. Как-то странно, да? Так, ну, что у него здесь? Маги, маги, маги. И, ага, три мага и ассасин. Ну, как сказать. 50-50. Тут вряд ли я его, конечно, завалю. Тем более, опять же, весь фиолетовый. Здесь 21 тысяча. Вообще 5. Никуда не годится. Ёлки-палки, неужели? 48. 20. 71. Давайте посмотрим этого. Да, ёлки-палки, опять же, не то все, а. Посмотрите. Так, это маг у него, хиллер. Здесь у него кто? Тоже хиллер. Ну, это воин, понятно. 55-го уровня. Все причем. И ресальщик. Так, и... Дамагер. Маг-дамагер. Ладно. 54-го, блин. А колечко-то фуфловое стоит. Да, кстати, с бижами, с кольцами, именно вот боевыми, здесь большая проблема. Я помню, только в начале игры, вот, навыбивал. Все такое самое вкусное. И оно у меня, как видите, до сих пор это все торчит. А у меня, посмотрите. Эй. Вот особенно вот этот вот, желтопузики. Восстанавливает 5000. Да. Броню бы тебе, конечно, какую-нибудь поставить. Давайте магическую наденем ей. А у меня, наверное, и не будет такой. Ха-ха. Так, разобрали. Нечего, как говорится, захламлять мне инвентарь. Ну, вот смотрите, на 47-й уровень. А восстанавливает так ничтожно мало. Здесь у нас наносит врагу. По области наносит урон. Да. А здесь восстанавливает союзнику. Давайте другого кого-нибудь возьмем. Может быть... Так. Наносит врагу 3710. А этот... Да. Блин. Даже я и не знаю, что делать, а. Какой лучше посох поставить? По области. Ну, по большому счету, вот эту сферу можно было бы разобрать. Она практически, как у меня, только слабже. Давайте тогда, ребята, наверное, мы с вами... Так, отхилилась. Отхилилась она. В общем, пойдем сейчас с вами на карту и глянем, кого нам можно бомбить. Фабио. 48 тысяч. А почему, кстати, на карте два Фабио? Вы заметили? Ну что же, я не знаю даже, как нам этого чувачка-то бомбануть. У него два Даггера, да? Воскрешальщик. Потом кто? Тоже воскреш... Два Реса, короче, у него. Два Ассасина. И я так понимаю, отхилл, да? Множечки, причем редкие. Точнее, не обычные. А тут обычные. Блин, ну, по большому счету, должен же завалить. Ничего тут особенного нету. Хм. Как подстроиться под этого гаденыша? У меня что здесь? Наносит врагу 3.710. Ладно, это прокатит. Воскрешение. Отлично тоже. В принципе, тоже неплохо, да? Так, а здесь у нас... Да, восстанавливает. Вот этот вот посох, конечно, мне не нравится. Черт. На что можно его заменить? Давайте тогда будем присматриваться. Может быть, еще раз хилку влепить? Не слишком ли много будет отхила, а, ребят? Хотя отхила слишком много не бывает. Я так понимаю. Блин, а не знаю, вот... Мельчешусь, ребята, между вот бронькой магической и тяжем. Практически выиграл только на тысячу, да? Здесь... И здесь тоже все пока нормально. Единственное, что может быть поставить броню на мага. 44 уровня, которого у меня, наверное, нету. Да, ребят, скорее всего, я не найду такой брони себе. Черт подери. Ну что ж, придется ей тогда в этой броне и бродить. А этот у нас восстанавливает, да? Житухи. Ему можно любую броню, в принципе, влепить. Даже вот эту. Я единственное, думаю, прокатят... Если они пробьют моего этого танка, эти маги у меня слягут практически моментально. Потому что ассасины их разберут в мгновение ока. У них слишком быстрая атака. Давайте пробуем. Смотрите, на карте два Фабио. 27-й и 30-й уровень. Это как понимать? Скорее всего, это клоны. И как вообще такое допустимо? В общем, давайте пробовать. У него 145 тысяч мощей, насколько вы видели. А у меня 185. Ну, 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 вот, вот. Практически, практически, ребята. Нет, не надо воскреш... Ага, все пока хорошо идет. Ну вот, ребята, о чем я вам и говорил. Все, ассасин пробил, как говорится, мою оборону. И просто здесь всех развалил. Поэтому не катит здесь этот вариант. Черт подери. Надо думать, что же делать-то нам над этим. Да, давайте этих ребят, наверное, все-таки поставим на отхил для начала. И будем переодевать. Это не вариант. Фигня эта полная, все. Магическая броня. Хрень последняя. Спасибо, ребят, за сундук. Очень признательно. Давайте посмотрим, что там. Ресурсики. Ресурсы тоже ничего, ребят. Все нормально. Пускай они у меня пока лечатся. 7 человек я, ребята, могу себе еще позволить в замке наплодить. Так что пускай этот мужик старается. Ну что же, одеваем обратно тяж. Ничего тут не поделаешь. Так, это веточка. Которая меня, честно говоря, раздражает, блин. Наносит урон врагу. Вот я не знаю, что лучше. Массовый урон по области. Или все-таки одиночный дамагер. Хрен знает, что тут лучше. Опять же, по области видели. Так что даже не скажу вам точно. Ну а если вы знаете, то обязательно мне подскажите, отпишитесь. В дальнейшем, я думаю, мне это очень хорошо поможет. Восстанавливаю союзнику 3000. Ну, 3,5. Давай, одевай тяж. Будете все у меня в тяжи бегать. Ну, это вообще никуда не годится. По области всего 1721 урон наносит. Да. Как-то не то все. Оружия, конечно, много всякого. Но такое, извините, гэ. Что даже ничего ставить неохота. Интересно, а что если мне, например, тоже взять моего... А, у меня нету ножей. Хороших. Так бы я поставил бы ему ножи и сделал бы его тоже ассасином. И посмотрел бы тогда, кто кого взрючил бы. Так, давай, иди сюда, лечись. Бревна, улыбочки. Опять эта мышь позорная. Уже на колодец маны начал нападать. С какого-то перепуга. Так, давайте, ребята, вы возвращайтесь. Вы уже полностью здоровы. Так что, нечего вам здесь делать. Подожди, 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 подожди. Блин, не то. Так, давайте-ка, ребята, глянем здесь кое-что. Подожди. Ай, 37.55. Ну-ка, если я, например, сделаю... Наверное, на воина броню. Вот эту синюю. У меня все хватает, да? Давайте попробуем сделать. Как говорится, была не была. Сутки. Мне ровно сутки ждать придется, пока она сделается. Я надеюсь только на одно, что скрафтится что-нибудь хорошее, а не фуфло. Так. Магия у меня там через 4 минуты изготовится. Тут еще 16 часов ждать, пока оружейка у меня прапается. Так, родная, возвращайся. Иди лечись, как говорится. Ну что же, сейчас она у меня отличится. И мы с вами рванем. Бомбить. Причем по-черному. Редкое кольцо. Извини, ты мне не нужно. Так, это на 23 пригодится. Это тоже довольно неплохо. Сковородки всякие тут на 15 уровень. Да. И хочется, как говорится, подчистить. И не дадут. Давайте заценим. Что здесь лучше? Поварешка это? Так, ну-ка. 910. Нет, слабее получается. Жаль, жаль. Это уже казначея. Ну, 26 уровень, конечно, обалдеть можно будет. Но через какое-то время, конечно же, у нас все это, ребята, поправится. Все будет у нас на мази. Даже глаза моргнуть не успеем. Тут у меня вроде бы все пока неплохо. Так, она у меня вылечилась. Давайте с вами посмотрим, что у нас тут еще есть. Бронька. Блин, бронька это, конечно, хорошо. Были бы у меня еще ножи. Посох. Это 37 уровень. Ну, причем, посмотрите. Почти 5500 дамага наносит. Довольно неплохо, да, кстати? Так, это у нас... Давайте его чикаем. Мне нужны, как говорится, синенькие кристаллы. Ну, что же. В принципе, пока и все, да? Да, давай, возвращайся, родная, назад. И нам надо с вами как-то завалить кого-то, чтобы все-таки поставить... Ух, елки-палки, маги. Надо было сразу поставить. Столько времени зря потерял, а? Она бы уже производилась вовсю. Ладно. Давайте сделаем. Так, отлично. 50000 мы сейчас, ребята, с вами сорвем куш. Опять тут, смотрите-ка, что за мода пошла. Два даггера опять. Но здесь они слабенькие, поэтому... Хотя... Нет, нет, разберем. Разберем, я сказал. Так, да что они в ступоре-то все у меня? Как эти болваны какие-то. Все, отлично, забомбили. Тут еще хиллер у меня. Смотрите, отхиливается, а? И причем довольно шустро. Но не спасло его это. Ну что же, ребята, все. В принципе, я получил себе нужную мне сумму. Так, миллион. 35 тысяч. Это хорошо. Эти ребята у меня надхил. И давайте с вами будем... Где она у меня здесь? Ниже, немножко ниже. Так, 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 так. Елки-палки. Вот, арсенал, ребята. Давайте я его буду улучшать. Сутки будут улучшаться. Но оно того. Че? Не понял. Ё-моё, блин. Вот это облом, ребята. Как я так... Протупил-то этот момент. Ладно, ребята, не будем переживать. Так сильно все равно мы сделаем, как нам надо. Накопим денег, накопим манны. И все у нас будет пучком. Так что не расстраиваемся. Ну, а на этом, ребята, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Так что ждите. А на этом все. Всем пока. И удачи вам, ребята. До скорых новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok